Это Карина Ершова. Российские солдаты зашли в Бучу, где она жила незадолго до ее дня рождения. Ей должно было исполниться 23 года. У Карины были планы на будущее. Она работала в местном суши-баре, но копила деньги на учебу в университете. Это последнее место, где Карину точно видели живой. Лестничная площадка возле ее квартиры. Это было 10 марта. Этот мужчина утверждает, что он видел, как в этом месте российские солдаты убили девушку. Но он не может быть уверен, была ли это Карина или нет. Здесь вот, да. Вот она вот так вот. Ее посадили. Она так склонила голову. Он так взял ее на руки и понес туда. Ну а там уже этот... Закончил ее. Убил ее. В этом месте, по сведениям полиции, было найдено тело Карины. Родители говорят, что все указывало на то, что Карина была изнасилована. Полиция сказали, на нее очень сильно издевались. Ей простреливали ноги. Моя девочка так хотела жить. Она себе... Даже сама себе жгуты накладывала, чтобы кровотечение остановить. Жгуты давали. Она перетягивала рану. А потом выстрелом в висок в голову. Ее убили. Судмедэксперты, изучающие сотни тел, найденных после отступления российской армии, говорят, что случаи изнасилования не были единичными. Организации по всей стране поддерживают выживших женщин. Если проанализировать 12 случаев, с которыми мы работали, то 11 из них – это групповые изнасилования украинских женщин. Во всех случаях женщины говорили, что оккупанты находились в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения. Во всех случаях это был незащищенный половой акт. Что, в свою очередь, означает риск нежелательной беременности, а также передачи венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем. Омбудсмен по правам человека говорит, что огромное количество звонков заставляет их считать, что россияне используют изнасилование как оружие. Потому что, когда российский солдат насилует украинскую женщину, девочку, мальчика, пожилую женщину, то они все время говорят о том, что так будет с каждой нацистской шлюхой, или так мы будем насиловать до тех пор, пока вы не сможете рожать украинцев. Это знаки геноцида украинского народа. Ранее Людмила Денисова заявляла, что только за первую половину апреля в ее офис поступило около 400 заявлений о случаях сексуального насилия со стороны российских военных. Эксперты говорят, что большинство выживших жертв не решаются обратиться за помощью, опасаясь стигматизации и стараясь забыть произошедшее. Случаи сексуального насилия по отношению к украинским гражданам со стороны российских военных и пророссийских сепаратистов фиксируются с 2014 года. Общественная организация «Голубая птица» помогает жертвам пыток и сексуального насилия с начала войны в Донбассе. Сейчас они также фиксируют многочисленные случаи на территориях, которые временно контролируют или контролировали российские войска. Сексуальное насилие используется в виде пыток, используется в виде наказаний, используется в виде террора, запугивания и адресовано сообществу в целом, Украине, да, и их как бы можно рассматривать как оружие войны. Получаю звонки от женщин, детей, мужчин и пожилых людей. На данный момент по поводу сексуального насилия у меня 94 кейси. Насилуют сестру на глазах, ну, младшую сестру на глазах у старшей сестры. Она содрала все колени, она умоляла взять ее вместо сестры. Она стояла на коленях перед этими людьми. Простите. И они ее держали и говорили, нет, смотри. Им почему-то нужны зрители. И они это делают в группах. И обычно обезличено. То есть у них закрыто лицо. Родителям Карины сейчас очень сложно найти утешение. Мы их ненавидим. Я ненавижу русский мир. Я выучу украинский язык. Мне стыдно разговаривать на русском языке. Родители похоронили Карину. Спустя две недели после ее 23 дня рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова